ПАКИСТАН В Городском зале Пешавара дети с игрушечным оружием изображали индийских солдат, покушающихся на кашмирских девушек, которых успевают спасти кашмирские воины. В Армении члены группы «Непримиримая оппозиция» собрались на площади республики в Ереване для демонстрации ущерба, нанесенного их автомобилем полицией во время недавнего ралли. Группа учредителей парламента, желающие сместить нынешнее правительство, сообщили, что 31 января они были остановлены на шоссе полицией во время автопробега в непризнанной Азербайджанской области Нагорного Карабаха и подверглись нападению, а их автомобили были повреждены. Полиция, пресекая митинг, отбуксировала с площади как минимум три автомобиля. Киргизстан. Группа противников гомосексуализма выступила в Бишкеке в знак протеста против педофилии, гомосексуалистов и НПО, которые поддерживают права геев. Около 20 демонстрантов собрались перед главным зданием киргизского правительства с плакатами, гласящими «Сохранять традиции, наш образ жизни, наши ценности». Через несколько недель в парламенте состоится обсуждение сильно критикуемого законопроекта, согласно которому планируется запретить пропаганду гомосексуализма, что сходно со спорным законодательством Российской Федерации. Кабул. Посольство США в афганской столице совместно с представителями местных детских домов готовит теле- и радиодокументальные программы, посвященные жизни сирот. По словам государственного представителя, программа на телевидении и радио появится в течение следующих 18 месяцев. Американское посольство вложит в проект 1 миллион 400 тысяч долларов. Около 13 тысяч афганских детей проживает в частных и государственных детских домах. Грузия. Омбудсмен и правительственные чиновники встретились с представителями этнических меньшин в страны и обсудили возможности для изучения их родных языков. В переговорах участвовали представители курдского меньшинства, кистов, дагестанской и удинской общин. Совет Грузии по этническим меньшинствам в ближайшее время проведет консультации с Министерством образования, разрабатывающим программы обучения в школах на родном языке. Таджикистан. Группа, возглавляемая заместителем премьер-министра, подарила государственную квартиру матери четырех близнецов. 26-летняя Гульшан Майнонова из Душанбе родила 30 января мальчика и трех девочек. По словам матери, все младенцы, до сих пор еще не названные, чувствуют себя хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok